Слава Богу! Меня зовут Валерий Короб. И я хочу сказать о том, что произошло в моей жизни в прошлом году, который только что закончился. Я побывал в многих странах. Я побывал и в России, и в Германии, и в Венгрии. Побывал в Израиле, и побывал в Америке. И я везде побывал со своими новыми альбомами. Первый альбом назывался «Скиния Давида», который я написал для народа Божьего, для прославления, для хвалы и поклонения. Второй альбом «Счастье есть» более личного характера. То есть он написан лично для тебя, для слушающего. То есть это личные переживания с Богом наедине. Скорее всего, так можно сказать. Везде, где я был, я видел просто много Божьей славы. Просто Бог касался людей, много жаждущих людей везде. И я, конечно, очень доволен тем, что случилось. Что в свои 50 лет я смог сделать этот тур. И я смог прославить имя Господа вместе с народом Божьим в разных городах и странах. И это, конечно, для меня большое благословение. Я еще раз говорю, в мой юбилей, этот 50-летний, я получил то, чего ожидал. И я даже спел на Майдане свою песню, которую я мечтал тоже спеть. Я, конечно, мечтаю, чтобы ее спели самые лучшие певцы Украины. И я думаю, что я это увижу, я доживу до этих дней. Вот, чтобы эту песню «Луная песня над скелом и Днепра», чтобы ее заспевали у всей самой, наикращей спевакой Украины. Вот, и немножко о своих планах на будущее. Я сейчас думаю, сейчас очень важно действительно говорить о скине, о восстановлении хвалы и поклонения настоящей, той, которую ждет от нас Бог. Я хочу записать альбом такой, он называется «Запах дождя». Я думаю, что мы все верующие в ожидании большого излияния Святого Духа. Потому что то, что мы говорим о пробуждении, то, что мы называем пробуждением, на самом деле, мне кажется, является какими-то капельками дождя. На самом деле пробуждение, то, о чем мы читали в Уэльсе или в Азуза-стрит, то, что там происходило, когда целые города просто падали на колени перед Богом, я думаю, что это еще впереди. Но мы можем об этом молиться, мы можем об этом ходатайствовать, и своими молитвами, своей хвалой и поклонением, я думаю, что мы можем открывать небеса и просить у Господа излияния этого дождя. Илья был такой же человек, как и мы. Он попросил, и я думаю, что это пророческое слово об Илье, оно должно коснуться многих сердец верующих людей. Давайте будем просить позднего дождя, позднего дождя для последней жатвы, перед тем, как придет Господь. Вот это самое главное, чего я хотел сказать. Я хотел просто, стоя здесь, на одной из гор этого чудесного, прекрасного, моего любимого города, хотя я сам родом из Запорожья, но Киев я люблю как родной. Он меня принял как родного, поэтому я его полюбил. Я просто снимаю шляпу и просто поднимаю руки над этим городом. Я прошу тебя, Господь, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, благословляя, благослови этот город, благослови всех живущих в нем. И да будут разрушены дела дьявола, которые сейчас начали просматриваться во разных сферах жизни, и в политике, и в экономике. Да будут разрушены все дела дьявола. Пусть церковь использует свою силу, свою власть. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Иисус Христа, Господь, только Он один, Царь всей славы.